Всем привет! Меня зовут Аня, добро пожаловать на мой канал о комнатных растениях Plants and Me. Сегодня, друзья, я представляю вашему вниманию влог, такой неспешный, медитативный, как это обычно у меня бывает с влогами. И я планирую начеренковать несколько растений, устроить небольшую осеннюю пересадку, кое-что мне обязательно нужно поскорее уже пересадить. Поэтому, если у вас есть какие-то, не знаю, цветочные дела, если вам нужно что-то тоже пересадить, начеренковать, может быть, просто полить растения, присоединяйтесь ко мне. Думаю, что вместе это будет еще приятнее и проще, возможно, сделать. С нетерпением жду ваших лайков, комментариев. И также, если вдруг вы смотрите мои видео без подписки, то обязательно подписывайтесь. Мне будет очень-очень приятно. Желаю приятного просмотра. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, первая у меня на очереди рафидафора тетрасперма. Если вы смотрели мое видео на Boosty последнее, то, конечно же, слышали, как я там рассуждала о том, с какими растениями, что мне нужно сделать и чего, может быть, даже избавиться. Если, кстати, интересно, заглядывайте на Boosty. Ссылку оставлю в описании под этим видео. Так вот, я как раз решила, что рафидафору нужно, видимо, черенковать поскорее, потому что она не очень симпатично выглядит. Возможно, я вообще ее отправлю куда-то в другой дом. Вот, как-то, не знаю, она у меня мелкие достаточно листики выдает. Возможно, ей помогла бы опора, но мне не очень хочется с этим возиться. Не настолько меня сейчас привлекает это растение. Вот, поэтому я решила, что просто начеренкую и, наверное, сформирую растение из нескольких черенков. Получится что-то такое более пышное. Не знаю, ставлю ли себе. Думаю, честно говоря, нет. Вот, но будем смотреть. Растение очень простое, совершенно неприхотливое. Не знаю, что можно сказать про уход. Любит рыхлый грунт, не любит, конечно, застой влаги. Поэтому поливать, наверное, по мере просушки субстрата. Конечно, ее хорошо бы удобрять основательно и обеспечить ей свет. Вот моей как раз-таки света не хватает наверняка. Поэтому она вот и до сих пор, листья, и не укрупняет. Кстати, по поводу керамических горшков. Часто говорят, что сложно растения извлекать из них. Ну, не знаю, никаких проблем нет. Мы видели, что даже корни там и не приросли к стенкам вот этого горшка. Вот тут все в порядке. Корней, ну, не сказать, что там прям их очень много. Ну, нормальное количество. Вот столько у меня получилось черенков. Как обычно, я сначала обрабатываю ваниацином срезы. Чуть-чуть подсушиваю. И уже только после этого ставлю черенки на укоренение в воду. Просто в воду я не добавляю ничего. Ни корневинов, я даже уголь не добавляю. И обычно у меня никаких там процессов загнивания не происходит. Обычно все укореняется, ну, практически, наверное, стопроцентно. Ну, может быть, 90%. Далее об этом растении я тоже говорила в своем видео на бусте. Моя маранта лимонлайн. И вы можете видеть, что это всего лишь один черенок, который вот так вот разветвился. И он даже уже немного как будто бы надломился. Поэтому срочно нужно, конечно, его уже срезать. Основание я оставлю. Надеюсь, что из грунта пойдут новые росты, новые точки роста. И зачастую из грунта как раз-таки маранты растят крупные-крупные листья. Вот. А тут получился такой, да, действительно большой разветвленный черенок. Вот. Вы можете видеть. Такой вот первый я отстригла черенок. И сейчас я еще разок покажу. Важно, чтобы было на маранте обязательно вот, не знаю, как это правильно назвать, вот эта вот выпуклая часть. Потому что именно из нее, как из такого коленца, не знаю, как правильно назвать, вот это место изгиба. Вот именно оттуда маранта будет наращивать корни. Там, кстати, на многих даже видны зачатки воздушных корней. Здесь вот такой у меня получился черенок. Не макушечный, но он тоже нормальный и вполне себе подойдет для укоренения. Здесь очень короткие междоузлия. Вот. Поэтому тяжеловато разобраться, как лучше ее начеренковать. Вот. Вот вы можете видеть такой черенок. Иногда нижний лист я снимаю для того, чтобы вот освободить вот эту вот часть, где, вот видите, это как раз зачатки воздушных корней, чтобы освободить их. Ну и продолжаем. Черенкуем все таким же образом по этому же принципу. И точно так же, чуть-чуть слегка подсушив срезы, я ставлю все черенки в чистую воду комнатной температуры. И после этого просто жду. Жду, я думаю, что дней через 10, ну максимум через 2 недели. Корней будет уже очень много. Можно будет посадить и сформировать такое более пышное растение. Нравится мне эта маранта. И, кстати, она, по-моему, пока что единственная из моих марант. На кого не нападал оранжерейный клещ. Но дело в том, что она стоит вообще в другой комнате, в стороне от моих остальных марант. Простая, но очень такая эффектная. Далее у нас с вами будет пересадка. Об этом растении у меня же как-то все по мотивам последнего выпуска на Бусти. Я говорила, что надо пересадить. Здесь у меня несколько разных растений. Несколько лиан. Это эпиперемнумы. По-моему, там есть еще филодендроны бразил. Я решила немножко вот так вот пройтись вот этой лопаткой по краю. На самом деле растение легко очень извлекается из горшка. Я его не пересаживала очень-очень давно. Вот вы видите, что там на дне керамзит. Хотя я не использую керамзит уже, не знаю, мне кажется, больше года. В общем, давно это растение следовало пересадить. Хотя корневая не то, чтобы у него гигантская. Поэтому, возможно, керамзит здесь и не зря. Он немножко уменьшает объем горшка. Вот вы видели, что я отделила черенок филодендроны бразил. Его решила посадить отдельно. Наверное, вот такой горшок керамический использую. Я думаю, что для такого размера корневой он вполне подойдет. Грунт здесь у меня кокосовый субстрат и довольно много перлита. И все. Я решила особо ничего больше не добавлять. Немножко угля еще есть. У меня тут помощник шерстяной. Он иногда абсолютно равнодушен к этим всем пересадочным процессам. Но сегодня был в очень таком игривом настроении. Такая корневая. Не то, чтобы она гигантская, но в целом нормальные корни. Подсыпаю грунт, встряхиваю горшок, чтобы грунт заполнил пустоты. В процессе я поняла, что хочу отделить еще и черенок эпипремного глобал грин. Решила, что достаточно будет неона, марбл квин. И здесь еще, по-моему, обычный золотистый. Вот так получилось. Осталось пролить. Я обычно супердрайвом проливаю после пересадки растения. И все. Кот продолжает хулиганить. Его очень привлекает, конечно же, керамзит. Эти шарики. Так, и теперь осталось еще посадить два вот этих вот растения, которые я отделила. Глобал грин. Ну и после него еще и филогендрон бразил. Растения простые, несложные. Очень хорошо подходят как раз-таки для озеленения пространства. Если не хочется заморачивать, но при этом добавить какой-то свежести, зелени интерьеру. У филодендрона бразила совсем небольшая корневая. Ну, она хорошая, но небольшая. Я посажу в такой вот стаканчик. Просто не буду наполнять его, конечно же, грунтом до краев. Чтобы не было избыточно много субстрата. Вот такой, друзья, результат. Благодарю вас за просмотр. Буду с вами прощаться до своего следующего видео. Желаю всем хорошего дня, хорошего вечера. И до скорых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok